Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео будем с вами рассматривать такой вопрос, как состояние вашей энергетики на сегодня. То есть карта будет напрямую говорить о вашем эмоциональном самочувствии, о вашем физическом самочувствии, есть ли на вас какие-то блоги, либо возможно негатив. Итак, давайте смотреть. Всего я выложу 12 вариантов. Я выбрала колоду Ленорман Ран Джордж. Арканы очень маленькие, что позволит мне выложить больше карт. И соответственно даст вам большую возможность выбора. Проговаривайте пожалуйста свое имя, дату рождения и задавайте вопрос. Каково состояние вашей энергетики на текущий момент? Ну давайте смотреть. Раз, два, три, четыре. Немножко вот так пододвину, чтобы помещалось по шесть карт в ряд. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, пожалуйста, определяйтесь и будем с вами смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. У вас здесь падает карта Якорь. Якорь сам по себе говорит о стабильности, хорошем самочувствии, эмоциональном, физическом. Единственное, что здесь может быть по карте Якорь, это ситуация стагнации. То есть нет движения вперед, либо развития личностного роста. Но в целом самочувствие у вас прекрасно, потому что небо ясное, море спокойное, то есть да, на море практически штиль. Чистый песочек, то есть у вас, знаете, хорошая чистая энергетика. Вы светлые и вы стабильные. То есть человек привычек, человек, знаете, такого вот консервативных взглядов на жизнь. А здесь вам не о чем переживать. Единственное, о чем вам говорит карта, если рассматривать, опять же, с позиции совета, что не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед в плане и духовного развития, и в целом в плане личностного развития. Ставьте перед собой новые цели, это вам поможет развиваться и достигать новых высот. Для тех, кто выбрал второй вариант. Так, карта Клеер замечательный аркан, потому что эта карта указывает и на чистоту помыслов, это хорошее стабильное самочувствие, это радостное восприятие жизни. Но в целом, сами по себе светлый человечек. Единственное, что говорит карта, вот если с позиции совета, вам рекомендовалась бы чистка, не в плане снятия негатива, а в целом, знаете, как почистить организм. То есть либо посредством вегетарианства, либо же каких-то гомеопатических препаратов. То есть попить, возможно, травяные чаи, либо травяные настои. Ну а сам аркан, это карта исполнения удачи, исполнения ваших желаний. И в плане энергетики у вас все хорошо. Вы человек, который многим приносит удачу. Так, для тех, кто выбрал третий аркан. Так, карта ребенок говорит о вашей открытости, непосредственности, жизнерадостности, но в то же время и доверчивости. Это не совсем благоприятно, а может сказываться на вашем эмоциональном фоне, потому что вы можете быть слишком ранилы, либо слишком обидчивы. Либо, знаете, вот эта ваша наивность и доверчивость может сыграть с вами злую шутку. Но с позиции состояния вашего энергетического канала, да, и то, что происходит у вас на текущий момент, у вас все чисто, нет внутренних блоков, нет зажатости, нет комплексов, потому что вы непосредственно, как ребенок, реагируете на все новое, смотрите в мир широко открытыми глазами. С позиции совета карта вам говорит, что все-таки не будьте ко всем людям с открытой душой, берегите свой внутренний мир. Так, для тех, кто выбрал четвертую карту, здесь у нас падает карта гроб. А вот здесь это карта жизненного кризиса. Это раз. У вас либо упадок сил, либо депрессия, либо действительно в жизни только какие-то переломные моменты. Это может проиграться абсолютно во всех сферах жизни, так как в плане здоровья, так и в плане личной жизни, работы, финансов. Знаете, такое полное какое-то упадническое состояние, либо состояние крушения. Сам по себе аркан не несет смерти, чтобы вы не боялись. Но карта говорит о том, что да, на вас действительно может быть, повторюсь, может, не нужно сразу бежать, как говорится, и рвать на себе волосы. Может быть наличие магического воздействия. Но это нужно просматривать только в индивидуальном порядке. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Карта медведь. Замечательное самочувствие внешнее, проявление, да, общение с окружающими. Потому что это карта внутренней силы. То есть ваши эмоции стабильные. Вы сильны внутри, вы сильны внешне, да, как эмоционально, так и физически. Потому что карта всегда показывает, что даже если у вас есть какие-то легкие недомогания, либо упадническое состояние хандры, вы сразу же справляетесь с этим за счет внутренних ресурсов вашего организма. Потому что медведь – это карта силы. Это карта протекции. Либо у вас есть ангел-хранитель, либо у вас в целом есть покровитель. Либо вы самодостаточный, сильный за счет своих ресурсов. Энергетика у вас прекрасная. Вы человек-лидер, вы человек-авторитет. Из позиции совета, как говорит карта, продолжайте в том же духе отстаивать свои какие-то позиции. Жизненные цели, ваши взгляды на жизнь и какие-то приоритеты. Стойте всегда на своем. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант. Здесь падает аркан мужчина. Но если вы мужчина, то карта показывает непосредственно на вас самого. На то, что вы, скажем так, курируете свою жизнь, умело ее контролируете. И если вы женщина, то карта здесь показывает на влияние какого-то мужчины на вашу жизнь. Возможно, вы от кого-то находитесь в зависимом положении. В целом, с позиции вашей энергетики, энергетика может быть мужская. Ну, то есть, например, женщина-лидер, женщина-руководитель, бизнес-вумен. Когда, ну вот, знаете, нижняя чакра у вас женская, ну, немножко либо закрыта, либо блокирована, да. То есть, перебита мужскими энергиями. Это хорошее состояние духа. То есть, ну, единственное, в чем здесь идет перегиб, вы привыкли все контролировать. Все здесь, сейчас и сразу же. Поэтому в плане совета карта говорит о том, что если вы женщина, вам необходимо работать над развитием вашей женской энергетики и сексуальности. Если вы мужчина, то у вас все в порядке, продолжайте в том же духе. Состояние вашего энергетического канала хорошее. То есть, я здесь не вижу пробитой ауры. То есть, вы целостная личность. У вас хороший эмоциональный и физический фон. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Карта дерева. Замечательный аркан, потому что он указывает на процветание. Как эмоциональное, так и физическое. Это карта гармонии, карта здоровья, карта долголетия, в первую очередь. Потому что у вас полно ресурсов. Дерево всегда указывает, знаете, на ситуацию, когда у вас хорошая энергетика. Глубокие корни. То есть, вы имеете еще и родовую подпитку. Что немаловажно. И родовую защиту. С вашей аурой, с вашим каналом все в порядке. Вы эмоционально стабильный, сильный человек. С вашим здоровьем тоже все замечательно. Вы несете какое-то процветание своим друзьям, своим близким. Вы самодостаточны. И умеете добиваться, достигать своих целей. То есть, ваш потенциал замечательный. Продолжайте в том же духе. Для тех, кто выбрал восьмой арка. А здесь падает карта книга. О чем говорит карта? С позиции энергетики и вашего физического состояния. Либо у вас здесь, поскольку книга закрыта, есть какие-то эмоциональные внутренние блоки. Либо у вас на текущий момент есть какая-то скрытая болезнь. Еще не выявленная, которая может вас потачивать, но вы не понимаете, что это, к чему это может привести. Ну то есть, например, где-то может побаливать в области поясницы, болеть почки. Но вы не придаете этому значения. Либо побаливает зуб, вы тоже на это, знаете, как махнули рукой. Поэтому с позиции совета, как говорит карта, не запускайте свое здоровье. Проведите диагностику, если необходимо лечение. Если с позиции вашей энергетики. Здесь есть блок в чакрах. То есть, необходимо это прорабатывать. Как на психологическом уровне. Так необходимо здесь либо молитвы, либо медитации. Либо кто практикует йогу, пилатес, ушу, цигун. Продолжайте это делать. Но и также карта иногда может указывать на наличие на вас негатива. Но, повторюсь, может. Это нужно проверять только в индивидуальном порядке. Так, для тех, кто выбрал, возьму девятый вариант. Карта письмо. О чем она говорит? Вы человек очень активный, коммуникабельный, общительный, разносторонний. То есть, с позиции вашей энергетики и вашего самочувствия все прекрасно. Потому что карта письмо – это карта активных деловых людей, жизнерадостных потенциальностей. Видите, вот страсть у вас так и кипит. Это, кстати, тоже может указывать на то, что на текущий момент в вашей жизни значимой является какая-то любовная переписка. Может быть и такое. Если же в целом, как вы себя ощущаете? Вам может не хватать общения с конкретным человеком. Не говорю, что со всеми, к которому вы стремитесь. В целом, о чем говорит ваш внутренний потенциал? У вас все хорошо с позиции эмоционального фона. Единственное, что с позиции здоровья. Карта иногда может указывать на какие-то предписания врача, либо на рецепт. То есть это, знаете, как совет выполнить какие-то меры профилактические, которые направлены на улучшение вашего самочувствия и здоровья. В целом, энергетика у вас хорошая, чистая. Состояние у вас стабильное. И каких-то серьезных предписаний для лечения у вас нет. Как говорит Аркан, единственное, что не погружайтесь совсем эмоционально в эту переписку, если она у вас есть. Потому что залипните, и потом может быть душевный эмоциональный раздрай. Но пока у вас все хорошо и все стабильно. Для тех, кто выбрал 10-й Аркан. Змея. Змея – карта двуликая. Объясню сейчас почему. Если с позиции вашего эмоционального фона, вашего состояния, это карта мудрого, осмотрительного, осторожного и недоверчивого человека. Либо, не в обиду вам, знаете, такой вот женщины язвы. Но это не то, чтобы вы язвительно. То есть, это, знаете, острый на язык. То есть, можете парировать, можете при случае ответить так, что больше с вами, в принципе, не захочется общаться. Если с позиции, опять же, здоровья эмоционального фона, здесь присутствует у вас какое-то заболевание или болезнь, либо в целом на вас действительно может быть наличие негатива. Такие вещи нужно проверять в индивидуальном порядке. Не, скажем так, не пугайтесь сразу, потому что у всех сразу паника. О, Боже мой, на мне негатив. Нет, я говорю, это все проверяется только в индивидуальном случае. Потому что для многих просмотревших расклад, несколько тысяч на аудитории, поймите, ну невозможно, чтобы там для десятков тысяч людей проигралось полностью 12 Арканов. Тем более, я не могу заочно знать, есть ли у вас интуиция, как она работает. Но здесь карта однозначно говорит, что нужно заниматься и физическим состоянием здоровья, и вашим эмоциональным, потому что здесь не все так просто. По змеи здесь может быть еще ряд навязанных комплексов, какие-то, ну, маниакальные страхи, тревоги, депрессии. То есть, этим вопросом обязательно нужно заниматься. Заниматься чистками, лечением и восстановлением. Так, с позиции 11 карты, 11 Аркана, у вас здесь падает карта гора. Ну, здесь однозначно внутренние блоки, психологические проблемы. Здесь какие-то могут быть тромбы, закупорки, либо в целом какие-то блоки, которые мешают вашему гармоничному сосуществованию, да, в плане и физического здоровья, и вашего эмоционального. То есть, присутствует карта апатии, хандры, нежелание чего-то менять в жизни, либо ряд каких-то трудностей, которые вам не дают, знаете, проявляться, расти духовно, расти личностно. Карта может указывать очень часто не на саму порчу, знаете, как на блоке. То есть, в финансовом канале, это сглаз, это может быть какие-то, не говорю, что родовые проклятия, вы знаете, когда пожелали в спину нехорошего вам. Поэтому вот все-таки здесь нужно тоже почистить ваш эмоциональный фон и желательно поставить вам защиту. В целом, на текущий момент, как говорит Гаран, человек, вы закрытый, сейчас либо вы устали от людей, не готовы идти на контакт, потому что не то, что вам хорошо с самой собой, вам с собой, с самой, знаете, вот на текущий момент комфортно, потому что это карта уединения, карта закрытого и уединенного образа жизни. Таким образом, вы просто, скажем так, не тратите свою энергию вовне и можете, ну вот, не то, что там существовать, а как это правильно объяснить. Поскольку вы не распыляете свою энергию на общение с другими, вы можете лучше поддерживать свое состояние здоровья и за счет этого реже болеть. Но опять же, чистка, мне кажется, скорее всего, вам здесь необходима. Для тех, кто выбрал 12 вариант, Луна. Ай, Луна сама по себе карта эмоциональных переживаний, бессонных ночей, хандры, ностальгии. Это когда вас что-то постоянно тревожит, мучает какие-то невыясненные вопросы, либо неразрешенные обстоятельства, либо у вас очень тесная эмоциональная, духовная связь с кем-то. Либо здесь, опять же, поскольку Луна – это карта родового канала, может быть тесная связь с предками, общение с мертвыми во сне, да, когда к вам могут приходить родственники. И карта экстрасенсорики. Но вместе с тем, как карта говорит на том, что ваше психологическое состояние на текущий момент нестабильно, оно зависит от перепадов, как фаз Луны, но это еще карта, действительно, которая может указывать на наличие на вас негатива. Поэтому нужно перепроверить. Если в плане здоровья, для женщины это могут быть вопросы гинекологии, то есть необходимо проверить свое женское здоровье. Если же в целом, то по карте Луна человек вы эмоционально нестабильный. То есть, знаете, вот такие вот перепады настроения, то смеетесь, то плачете, то хорошо, то плохо, причем это может происходить резко. Вас достаточно легко вывести из состояния эмоционального равновесия. Если у кого-то это тяжелая стадия, запущенная, то может быть даже биполярное расстройство. Поэтому эти вещи нужно, во-первых, проверять в индивидуальном порядке на наличие негатива. Если же здесь все чисто, все в порядке, то здесь необходимо вам будет работать с психологом и проработка ваших внутренних блоков. Вот таким у нас вышел расклад. Надеюсь, для вас он будет полезен и информативен. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он для вас проигрывается или не проигрывается. Ну а я искренне вам признательна за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.